На днях с рабочим визитом в областном центре побывал депутат Госдумы Владимир Васильев. Одним из главных пунктов поездки стала встреча с жителями многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. История многострадальной березовой рощи и спортивной площадки вблизи этой многоэтажки ранее уже освещалась в наших выпусках. Решения вопроса найдено не было, и мы обещали вернуться к этой теме. О том, к какому совместному варианту на этот раз пришли представители власти и жители дома, в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. В Заволжском районе Твери, в месте, где располагается важнейшая как для жителей города, так и для туристов рекреционная зона, вдруг наметилось строительство непонятной постройки под названием «Склад». С такой информацией в нашу редакцию обратились волнованные жители многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. По их словам, под угрозу уничтожения оказались березовая роща, спортивная площадка для командных видов спорта, и тренажеры, установленные здесь несколько лет назад при содействии депутата Госдумы Владимира Васильева. Вскоре после выхода первого сюжета состоялась очная ставка, куда были приглашены жители дома, депутаты разных уровней и предприниматели, установившие ограждение рядом со спорт-объектами. Главной интригой было предназначение объекта, который собираются построить на первой линии Тверцы, в аккурат возле только что открытой новой грибной базы. Предполагалось, что это спортинвентарь там будет находиться, для того, чтобы можно было дополнительно людям, детям пользоваться. А какой? Коммерческая история, правда? Ну, я думаю, что да. Предприниматели отчасти подтверждили опасения горожан, которые утверждали, что восстановление когда-то существовавшего на этой земле склада не будет произведено в прежних параметрах. И действительно, кому нужен дощатый или кирпичный сарай на городском проспекте, да еще и с видом на реку. Но предположения встревоженных и прозорливых жильцов, как говорится, к делу не пришьешь. Ведь с юридической точки зрения владельцы земельного участка действительно могут построить склад и пользоваться им по назначению, даже в коммерческих целях, что совсем не устраивает как жителей, так и руководство новейшей грибной базы, находящейся вблизи этой территории. Для грибцов, что вот этот берег может перегорожен быть плотами, яхтами, скотерами. То, что будет наших маленьких детей, они здесь ползают как бы, новички. Это у нас прекратится. Мы не поддержим, нет. Как мы видим, спортсмены против строительства так называемого склада, так же, как и жильцы. Ради решения этой острой проблемы, кроме Владимира Васильева и его помощника Ильи Холодова, на встречу также приехали депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, а также представители администрации Заложского района и правительства региона. Бывший Тверской городоначальник, а ныне председатель постоянного комитета областного парламента Олег Лебедев сразу и решительно встал на сторону горожан, разделив их подозрения относительно целевого назначения будущего объекта. Конечно, мы на стороне граждан, и в генплане города там должна быть красивая набережная, люди гулять, а не строятся какие-то склады, сарай, непонятно. Понятно, что цель другая – прихватить рядом земельный участок, территорию, и мы, конечно, категорически против этого выступаем. В свою очередь, лидер фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев призвал к поиску компромиссного варианта, устраивающего обе стороны, и озвучил свою точку зрения, чем в какой-то степени успокоил и обнадежил жителей многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. Значит, приятно, что собственники пришли, заняли конструктивную позицию. Насколько она будет конструктивной, покажет время, потому что представители и руководства города, и нашего региона присутствуют, которые отвечают за этот вопрос. Договорились, что он будет проработан в интересах, в первую очередь, конечно же, жителей. Объект знаю давно, не понаслышке, поэтому, конечно, буду уделять этому внимание. Мы договорились, что будем ежемесячно на эту тему встречаться и смотреть, как решается вопрос. Горожане поблагодарили депутатов за внимание к их проблеме. Особую уверенность в благополучном исходе у них вызывает то, что ни много ни мало аж депутат Госдумы взял ситуацию на контроль и дал разъяснение по волнующим вопросам. В ближайшее время планируется создание рабочей группы и собрание Совета микрорайона. Мы надеемся, что строительство помещения вблизи спортивных объектов у зеленой зоны у реки Тверцы обретет тот вид, который будет устраивать всех жителей, конечно же, в рамках закона.